От нахлынувших воспоминаний и переполняющих эмоции на глазах Макса Владимировича выступили слезы. Что такое нацизм, наш уважаемый земляк знает не понаслышке. В 11 лет вместе с семьей Макс Беленький оказался в гетто на территории, оккупированной фашистами Белоруссии, куда согнали всех евреев с округи. Это был практически концлагерь, ежедневная тяжелая работа под контролем надзирателей, вечный голод и издевательство полицаев. Фашисты не щадили никого. 17 марта 42-го в гетто вошел карательный отряд из Прибалтики, который не церемония стал расстреливать всех евреев. Семье Макса Владимировича удалось укрыться. Это было настоящее чудо. Погибли все родные там. Из трехсот с лишним человек уселила только целиком одна наша семья. Когда нагрянул этот отряд, у нас в доме было 40 человек. Стали, понимаешь, все молиться, а мать сказала, не молиться, надо действовать. И, значит, меня отправила в соседнее село, где она принимала рода. Она медик была. Договорность была, что они меня примут. Старшего брата, чтобы он смешался с другими. А когда немцы отступали, вся семья отправилась пешком в Смоленскую область, где и встретила победу. Макс Владимирович получил образование, затем переехал в Карачавчикисию. Победный май 45-го ярко отпечатался и в памяти Любови Лукинишны. Ведь война не обошла стороной ее семью. Там погибли отец и брат. И пусть прошло почти 80 лет, душевные раны не зажили в ее сердце. Хочунский Дмитрий Лукич 26-го года, 17-ти лет, в 43-м году пошел на фронт. Папа ушел в 42-м, в 43-м он уже погиб. Этот пошел в десантник и сказал, что я буду мстить за своего отца. Вот. Ну а чувства? Ну какие чувства? Во-первых, чувство гордости за нашу страну, что все-таки, несмотря ни на что, мы выстояли, выстоим. И, надеюсь, еще долгие годы будем стоять. В эти праздничные дни на пороге у ветерана появились уважаемые гости. Руководитель Межрегионального управления Федерального агентства по делам национальности по СКФО на Республике Крым и Севастополь Сергей Рожевин. И его коллега, министр по делам национальности Карачево-Черкесии Мурат Есинеев. Мы вас со всей души поздравляем с годовщиной 79-й Великой Отечественной войны. И приехали вам пожелать здоровья крепчайшего, поднять настроение, передать подарки, чтобы вы с большим настроением, с хорошим настроением смотрели День Победы со сладкими подарками. Как и полагается, в гости пришли не с пустыми руками, а с гостинцами. Такие же подарки в рамках акции получат многие ветераны. Делегация под руководством Сергея Рожевина проедется по всем регионам СКФО. Федеральное агентство по делам национальностей по всей стране поддержало эту акцию. И территориальный орган в виде межрегионального управления, Федеральное агентство по Северокавказскому федеральному округу Республики Крым и Севастополь посетит ветерана в каждом субъекте СКФО. Начали мы с Карачаева-Черкесии, у нас сегодня также Пятигорск, Ставропольский край. И дальше мы поедем в Кабардино-Балкарию, в Осетию, в Ингушетию, в Дагестан. К сожалению, в прошлом году в Чеченской республике скончался последний ветеран Великой Отечественной войны. Их становится меньше и меньше, поэтому необходимо показать нам свою поддержку ветеранов и свое участие в их жизни. И это лишь маленькая толика благодарности нашим уважаемым ветеранам за мужество и стойкость, за любовь к родине и героизм. Вадима Куршева, Назеркапышев, Архиз 24.